привет с вами планет это будет что-то типа небольшого видео блога заодно я расскажу про камеру которая наконец-то мне сегодня приехала а точнее даже не камеру а бок я машину как вы уже вероятно можете наблюдать но главной целью данного видео является тест работоспособности батареи сама по себе камера как и объектив который я уже успел присобачить который прилично придает ей размеров и веса объектив на 1.4 аппаратуру 30 миллиметров от сигма очень светосильная штучка как вы можете видеть боке уже весьма 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 такое какое в общем-то и можно только желать на таком сетапе что же рассказать про саму камеру камеру я выбирал долго выбирал конечно же бюджетно очень хотел sony a6 300 в виду просто потрясающего ok который она выдает 4k но жаба совсем уже задавила понимая что она стоит на двадцатку как минимум больше чем a6000 тем более что а 6000 можно было попробовать купить и с рук я попробовал купить ее с рук мне это не получилось в частности человек с которым я два раза договаривался о встрече аж на 10000 дешевле чем новая но в идеальном состоянии по его словам два раза эту встречу переносил потом просто перестал отвечать и даже читать сообщения потом зашел прочитал сообщение ничего не ответил в общем промотал меня как хотел поэтому я махнул рукой и заказал за полную стоимость новую магазин вот сегодня она и приехала и сразу же столкнулся с одной интересной особенностью что же это за особенность особенность это такая что оказывается у а6000 нету возможности запитываться по usb для работы на минуточку батарея у нее на тысячу пятьдесят миллиампер часов или 1080 но неважно у любого смартфона тонюсенького смартфон чека не знаю показать чтобы она была в фокусе потому что объектив и так очень близко мое лицо наверно вот такое квадратно батарея на 3000 здесь вот здесь батарея на 3000 миллиампер часов в здоровенной по сравнению со смартфоном камере батарея на 1000 миллиампер часов и конечно же надо еще двигать механизмы автофокус почему автофокус зрачок много чего надо камеры делать и большой вопрос сколько ее хватит на эту самую тысячу миллиампер часов точнее насколько этой тысячи хватит sony a6300 и sony nex и sony альфа 7 в общем все эти модели умеют запитываться от usb и если вы записываете записываете стационарно вам вообще не надо об этом париться но вот мне собственно об этом париться теперь очень даже нужно что еще прикольного я узнал новая батарея для sony a6000 фирменная стоит почти 4000 рублей можно найти по 3500 блин меня это в голову не укладывается батарею для смартфона фирмену отличного качества на 3000 миллиампер часов компактно можно найти ну за тысячу ну чуть больше спокойно во что что столько стоит в батарее для камеры я не понимаю ну то есть я понимаю что это проприетари тулс так называемые когда ты дизайнишь что-то под себя чисто под свой продукт а потом продаешь это значительно и значительно дороже собственно apple так стала мульти миллиардный долларовой компании можно было бы подумать что может камере надо много тока что батарея способна выдавать большой ток но это опять же не так она даже заряжаться не может нормально она заряжается током от 500 миллиампер батарея любого современного смартфона заряжается ну а двух ампер то есть двух тысяч миллиампер quick charge может и дальше больше выдавать то есть там повышается напряжение но в сумме как бы мощность в четыре раза будет больше будет восемь раз больше чем только зарада вот этой батареи и эта батарея заряжалась меня я пришел где-то пол седьмого в его поставил на зарядку и до пол двенадцатого она заряжалась с нуля до 100 она заряжалась практически пять часов особенно меня испугало когда я уже заряжал ее блин почти час достал увидел там 18 процентов прифигел на решу покопаться в менюшке покопался в менюшке сделал тестовый кадр открыл снова посмотрел снова в уголок там уже было 15 процентов 3 процента они просто растаяли за пару минут вот по этой причине и запитать ее от сети не получится у этой модели этого нельзя соответственно для каких-то продолжительных съемок надо идти накупать эти прекрасные батареи по 4000 еще и зарядку за ту же самую сумму потому что пока камера работает что-то должно заряжать уже следующий батареи либо покупать китайские не очень понятные которые в случае неисправности лишат вас гарантии тут же в общем ситуация такая прикольно а 6 300 стоит на 20 тысяч больше но в ней эта функция есть я даже начал задумываться стоило ли совсем уже поищу не еще пока не почку на не знаю пачку волос продать для того чтобы обзавестись а 6 300 и забыть про эту проблему в принципе одно решение я все-таки нашел опять же на алиэкспресс опять же придется втыкать в свою любимую ненаглядную дорогую камеру питание китайского производства надеяться что ничего там не замкнет не бомбанет вот но попробовать можно в противном случае эту штуку в течение двух недель надо сдавать доставать средства на 6 300 и но это уже совсем получается довольно такой жирный бюджет так что мы еще посмотрим сейчас я встану и посмотрю сколько же процентов вот я говорю где-то минут 7 наверно сейчас посмотрю сколько процентов на камере и вообще не выключилась ли она я можете разговаривал с лампой уже так я стою прямо за камерой в принципе в принципе в принципе 8 минут я говорю вот заодно можно кстати записывая конечно же на звук из камеры вот так что мой голос можете послушать как звучит издалека как он звучит за камерой как он звучит вблизи с камерой делать выводы о качестве аудиозаписи кодек я выбрал mp4 сделать какие-то более полные настройки я не успел вот проценты заряда батареи я конечно же тоже забыл посмотреть когда встаешь всегда забываешь для чего ты вставал так 89 когда я включал запись было где-то 97 ну допустим 97 соответственно 8 процентов на 8 минут то есть в принципе где-то в идеальных условиях на два часа записи практически на полтора хотя бы ее должно хватать что уже не настолько плохо как я думал опять же объектив который здесь стоит сейчас там никакие механические части не двигаются камера закреплена статично на триподе и объектив этот без осс без стабилизации это уже дополнительный купленный объектив фирмы simma в оригинальном объективе используется стабилизация соответственно она будет во первых в видео давать прикольный звук двигающихся механических частей во вторых конечно же будет кушать батарейку плюс батарейку будет кушать потребность фокусироваться в любые механические вот эти вот движения в объективе они будут тоже жрать батарея дополнительно но если стационарно можно вот так вот часа полтора записывать это уже намного лучше чем то что я ожидал после этих проседаний с 18 до 5 процентов опять же зависит от того сколько батарея будет заряжаться потому что и если она будет работать полтора часа и заряжаться полтора часа это еще куда не шло но если она будет заряжаться пять часов этого да это вообще никуда не годится в общем надо мне думать покупать ли вообще оригинальную батарею большой очень вопрос 4 косаря за 1000 миллиампер часов опять же не укладывается в голове купить ли суррогатную батарею в принципе их в отзывах хвалят стоит она 2 косаря что не намного дешевле в общем то но уже хоть что-то взять ли мне китайское питание которое в виде быта сделано в виде батареи только провод из нее еще выходит вставляется в камеру соответственно дверца в камере уже не закрывается эта штука врубается в какой-то usb питание и можно тогда забыть будет о зарядках на стационарной записи но и точно также можно будет забыть о камере если эта штука окажется не очень качественные бомбанет потому что никакой гарантии тогда уже не будет вот на эту тему я тоже буду думать в принципе я посмотрел сетап меня позволяет открытую дверцу на камере держать то есть все поместится как минимум в любом случае не помешает дополнительная батарея конечно же не помешает отдельная зарядка потому что когда камера заряжает батарею она не может использоваться по назначению то есть вся камера получается как такой большой неуклюжий и очень хрупкий зарядник для батареи еще и очень медленный ну да и ток зарядки меня просто убивает quick charge это насколько я понимаю 30 это или 20 даже да quick charge 20 это по моему практически 10 вольт 2 миллиампер часа что это такое это 20 ватт зарядка этой батареи 500 миллиампер часов 5 вольт два с половиной вата почти в 10 раз меньше в 10 раз дольше она заряжается хотя корпус у него толстенный перегрев там трудно себе представить в общем как будто техникой из 90-х просто попала в 2014 год когда эта камера была сделана а потом в 2018 когда не появилось официальных продуктов которые позволят быстрее заряжать хотя может они есть может я уже наговариваю но в любом случае вот менял так цена аксессуаров ввела в небольшой шок сейчас еще раз проверю идет ли запись запись все еще идет фокус медленно восстанавливается кстати прикольно фокус так медленно медленно на этом объективе встает вот ну вот это такой небольшой получился техноблок в основном с говорящей головой как иногда это называют в целях проверки кропа я сейчас еще сяду на диванчик а задные фокусировки мы посмотрим как уже вот с такого расстояния на это расстояние у нас где-то 80 сантиметров приблизительно сейчас мы посмотрим какой круг получается я уже что-то уронил вот с этого расстояние тоже интересно узнать и на таком удалении голос я думаю будет уже совсем не очень ну вот такой вот блогик финальный просмотр времени и процентов процентов восемьдесят четыре времени записи 15 минут восемьдесят четыре это девяносто семь тринадцать процентов 15 минут слушать но в принципе два часа даже наверно она может выдержать записи это конечно очень даже радует на этом видео заканчиваю дофига уже наговорил спасибо если вдруг кто-то это просмотрел увидимся